Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и я рад вас приветствовать в новогоднем декабрьском подкасте. Прежде всего, я хочу вас поздравить с для кого-то уже прошедшим, а для кого-то только еще наступающим Новым Годом. Дорогие друзья, желаю вам всего самого наилучшего в Новом Году, здоровья, счастья, удачи, любви, и чтобы всегда ваши любимые и близкие были рядом с вами. И спасибо вам, конечно же, большое за весь тот год, который вы провели вместе со мной. Кто-то был меньше, кто-то был дольше, кто-то был с самого начала. И большое-большое еще раз вам всем спасибо. Я надеюсь, что мой канал будет жить еще долгие годы, и проклятый Ютуб никак меня не закроет и не прикроет мою лавочку чудес, так сказать. У меня уже почти 14 тысяч подписчиков, это просто прекрасно, каждый день приходят у меня на почту новые письма о том, что люди подписываются. Это классно, это классно, спасибо вам всем большое, новичкам, старичкам, всем спасибо, дорогие друзья. Уже больше трех миллионов просмотров, просмотры увеличиваются, подписчики увеличиваются. Это значит, что я иду в правильном направлении. Также приходит очень много писем благодарности ВКонтакте, и это очень радует, дорогие друзья. Спасибо, спасибо вам всем. Только ради этого я и дружусь, только ради этого я и стараюсь. Итак, я написал целый списочек, прям долго-долго-долго-долго писал все, все, о чем я хочу сказать в этом подкасте. Я думаю, он будет довольно долгим, так что давайте начинать. Итак, прежде всего, конечно, хочется выразить свое мнение об играх прошедшего года. Я не стал делать такое обзорное видео, так как я, конечно, прошел не все игры, которые вышли в текущем, еще пока для меня текущем году. Так, например, я не играл в Splinter Cell Blacklist, и еще, может быть, некоторые проекты. И, конечно же, я не играл в проекты, вышедшие на PlayStation 3, такие как GTA V, Last of Us. Ну, и еще некоторые проекты, которые, в принципе, были, я думаю, не плохими, но все-таки на игру года не тяну. Я выделил несколько игр, ну, так, несколько, ну, списочек такой приличный. В них вошли Bioshock, Assassin's Creed 4, Beyond Two Souls, Call of Juards Gunslinger, Deadpool, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 3, оригинальный вышел в 2012 году. GTA V, Outlast, Science Road 4, Last of Us, Walking Dead, с ним же Wolf и Maunas, даже не знаю, как различать их вместе, или вместе, наоборот. И, конечно же, Metro Last Light. Из всех этих игр, хорошенько подумав, вот все эти игры, как бы, заслуживают такой, не знаю, номинации, что ли, вы должны сыграть это, в это, обязательно. Это отличные игры, вышедшие в 2013 году, каждый должен их пройти. Из них я выделил несколько игр. Эти игры Bioshock, Assassin's Creed 4, GTA V, Last of Us и Metro Last Light. Но, так как я не играл в GTA V, и так как я не играл в Last of Us, я буду судить по играм, которые вышли на PC. А именно, остается всего три игры. Bioshock, Assassin's Creed 4 и Metro Last Light. Три эти игры, конечно же, просто превосходные. Особенно для меня открытием стал Assassin's Creed 4. Шикарная игра. Не ожидал, что Ubisoft сделают такую отличную игру, учитывая то, что они до этого... Ну, мне так лично казалось, я не буду, опять же, судить. Мне казалось, что до этого они пошли по пути штамповки, как, например, с Need for Speed или Call of Duty. А тут они сделали действительно отличную игру, очень многие издания оценили ее выше 9 баллов. Это очень, очень высоко, и это действительно, действительно отличная игра. Она заслуживает этой оценки целиком и полностью. Также меня очень сильно поразил Bioshock. Очень сложно сделать третью игру в серии настолько классной, настолько интересной, настолько новой, свежей, просто невероятно атмосферной. Это сложно, и у ребят получилось. Ну, и, конечно же, Metro Last Light, это нечто родное, нечто теплое сердцу, нечто наше, дорогие друзья. Конечно, это сделали наши братья-украинцы игру. Но какая разница, черт возьми, какая разница? Если мы даже язык друг друга понимаем без изучения его, значит, разницы особой и нет. Это все равно все наше родное, родное, так сказать, славян. И из этих трех игр я долго думал, но все-таки, 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 это, конечно же, мое субъективное мнение. Я выбираю для себя лично игрой года Bioshock Infinite. Она мне понравилась больше всего. Вы-то знаете, я просто, возможно, делаю в Элизабет, возможно, делаю еще в чем-то, но Bioshock это превосходная игра. Такая атмосфера просто, просто незабываемая. Это совершенно новая атмосфера. Если в Оссении это корабли и пираты, да, действительно, очень мало игр с кораблями и пиратами, то в Bioshock это совершенно новая, свежая атмосфера, и это прекрасные персонажи, просто прекрасные. А главное, сюжет, сюжет, мозговыносящий сюжет. Редкий сюжет, о котором можно поговорить после прохождения игры. Очень редкий. Так что, по мне, эта игра действительно заслуживает игры года. Конечно, и Assassin's Creed 4, и Metro Last Light, это превосходные игры, но я лично выбрал Bioshock. Ну что ж, давайте дальше. Дальше, конечно же, стоит немножечко-немножечко затронуть тему гугловской революции и вот всего того, чего они намутили за последний месяц. Хочется сказать, я, конечно, сделаю, скорее всего, отдельное видео, где подробно все расскажу, все, что произошло, но сейчас хочется сказать одно. Какие бы изменения вот сейчас ни случились, то есть, не то, что какие бы, а вот эти изменения, которые сейчас произошли, вот сейчас я вам открыл свой раздел авторских прав, где идут у меня совпадения со сторонним содержанием на видео. Вот вы видите здесь множество видео, где есть совпадения со сторонним содержанием. Их было больше, сейчас стало меньше, потому что я пишу там, короче, мелким почерком письма, и мне некоторые заявки отзывают. Вот сегодня, например, меня очень удивило. Посмотрите, вот у меня есть прохождение Старкрафт 2, Сердце Роя, первая миссия. Посмотрите, аудиовизуальное содержание, правообладатель Близзард. Жалоба отозвана, потому что Близзард писали, что пишите нам и будем отзывать эти жалобы. Жалоба отозвана. Сегодня мне приходит сообщение о том, что некий Грич, я понятия не имею, кто это. Давайте вот Ctrl-C, сейчас мы это сделаем. Грич, Грич, Грич. Что такое? Ну, давай же ты, печатайся. Он издевается надо мной. Ладно, неважно. Грич, кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Download.com English Player. Я не знаю даже, что это. Просто, просто понятия не имею, что это. И вот таких вот вещей просто тонны приходят. Ну, не то, что тонны, но, в общем, много. Некоторые, получается, отзывать. Некоторые, вот, например, по метро, видите, у меня идёт совпадение с музычкой Алексея Мельчук, Last Stand от Idol. Да, Deep Silver знает об этом, Deep Silver пишет письма, что они договариваются насчёт того, чтобы убрать вот эти авторские права. Но, в принципе, это не особо меня коробит. Дело в том, что... Вкратенько вот сейчас ситуацию обрисуем. Многие большие каналы, которые взвыли, а Black вообще вытер весь свой канал и начал видео заново делать. Он как бы он испугался, что его канал удалят. Они до этого не получали вот таких жалоб, совпадения со сторонним содержанием. Вот, например, ещё одно, да. Как видите, ваше видео можно смотреть. Эта жалоба не влияет ни на что. Она просто свидетельствует о том, что вы не будете получать денег с этого видео. Да, конечно же, есть шанс, что правообладатель этого контента изменит свои требования и, возможно, что-то вам там пишет, помимо удаления самого видео. Но, скорее всего, это не будет меняться. Это им невыгодно. Им выгодно получать деньги с того, что я должен, по идее, получать. Поэтому, зачем им это делать? Они собирают денег с миллионов видео вот таким простым способом. До этого они сидели, вот эти вот большие летсплейщики, сидели под крылом MCN, то есть Multi-Channel Network. И эта сеть, я тоже сижу под Multi-Channel Network, но дело в том, что когда я в неё вступил, она не покрывала меня. То есть до этого люди вступали, сети их покрывали. То есть они защищали их от проверки на вот это вот совпадение со сторонним содержанием. И как только Google изменил правила, как только поиск расширился, расширился на все эти сети, их просто резко накрыло. И вот все эти совпадения тут же бах и вылетели. Вот это у меня всё было. В тот день, когда вот это всё началось, у меня буквально три жалобы пришло новые. И несколько из них тут же было удалено. Вот такие дела. Так что, дорогие друзья, для меня, например, это не является никаким шоком, ничего нового. И многим лосплейщикам тоже пишут, мол, чувак, а что ты ожидал? У нас давно такая вещь происходит. То есть добро пожаловать в клуб, парень. Ты не нервничай, не кричи так. Всё нормально, так всё и должно быть, по идее. Так что в этом нет ничего страшного. Я до этого терял деньги на многих видео. Например, сейчас Science Row 4 с первого самого видео у меня убрались авторские права. Потому что Deep Silver сам их удалил. До этого же 40 тысяч просмотров видео просто ушли в никуда какому-то непонятному издателю. Там THQ был, ещё кто-то, в общем. Просто, просто мимо. Ну, знаете что, меня это, в принципе, не коробит. Ценовое видео я что-то получу, с другого не получу. Ну, да и ладно, главное, чтобы вы смотрели. Всё равно без хлебушка, в принципе, не останусь. Если, конечно же, конечно же, не начнут вот что-то прикрывать или вообще гасить люто за вот авторские права. Я думаю, что этого не будет, потому что это деньги, это бабки. YouTube просто прикрыл свою задницу, расширив вот эту вот зону поиска по всем каналам, чтобы были совпадения, чтобы всё это находилось. Ну, а тем, кто забивает свой контент в систему совпадения, им невыгодно что-то делать, чтобы им не шли деньги. Короче, зачем им это удалять, если они получают с этого копеечку? Люди всё равно будут покупать игры, люди всё равно будут играть в игры. И они всё равно понимают, что это реклама, бесплатная реклама их игр. Они понимают. Очень-очень редкие издатели этого не понимают и против этого. Так что вот такие дела, дорогие друзья, ничего страшного, ничего страшного не произошло, ничего страшного не случилось. То есть, если ещё не будет каких-то кардинальных изменений, как я говорил, если те, кто подаёт вот эти вот жалобы, совпадения с содержанием, не будут гасить тупо видео и гасить каналы с страйками, то, если они будут просто собирать деньги, то, считайте, ничего вообще не изменилось. Например, у меня на канале вообще ничего. Возможно, где-то стало даже лучше, потому что теперь я смогу на многие видео просто отозвать жалобы. Вот многие здесь были видео, как видели, вот здесь вот Blizzard была отозвана жалоба. Сейчас я опять буду писать, чтобы эти идиоты непонятные тоже убрали. С Tomb Raider тоже. Ну, в общем, где-то 30% я отпишу жалобами, а остальное, я думаю... В общем, решим, разберёмся, ничего страшного не произойдёт. Итак, давайте дальше. Пятым пунктом у меня идёт обсуждение про PlayStation 3. Да-да-да, многие меня спрашивали, я собирал деньги. Да, я купил PlayStation 3, это прекрасно. Она у меня стоит, у меня есть диски. Мне остаётся только всё-всё-всё вот это подключить. Я сейчас в жуткой запаре. Новый год, провода, всякие кабели, PlayStation и всё это, роутеры, всё это надо подключать. В общем, всё это пока нет времени. Но с Нового года, так как Rockstar разрешает летсплеить, GTA будет, будет GTA. Да, дорогие друзья, GTA будет, конечно же, будет. Rockstar разрешает летсплеить свои игры. И это отлично, спасибо им большое. Также я обещал, что буду проходить игру, которую выберет человек, который забашлял больше всего денег на покупку моей PlayStation 3. И да, я не забыл тебя, не забыл. По-моему, Александр... Александр, не помню фамилию. Он выбрал State of Decay проходить, и мы с Нового года начнём проходить. State of Decay, обещаю, железно, 100%. Плюс там ещё вышло дополнение, так что контента будет только больше, хотя там его и так дофига. Так, кстати, по поводу Last of Us я не знаю. Скорее всего, я его проходить не буду, потому что Naughty Dog, по-моему, против летсплеев. Очень серьёзно против и очень жёстко против, поэтому, скорее всего, Last of Us не будет. Так, так же, как и Uncharted, да там. Ну, в общем, всё, что они выпускали. Так, ну, с PlayStation 3, в общем, мы разобрались. Дальше. Что у нас пройдено? Халва завершена сегодня, 31 декабря. Вторая часть Half-Life начнётся, я думаю, со следующей недели. Что у нас тут на календаре? Да-да-да, 4-5 суббота, воскресенье. Вот, скорее всего, тогда и я, скорее всего, начну Half-Life 2 проходить. Дальше. Science Row 4. Новогоднее дополнение вот здесь у меня уже загружено. Оно загружено, загружено. Остаётся только выложить. Сегодня, 31-го, вы уже увидите его. Уже увидели его, конечно же. Также по Science Row 4 я должен проходить дополнительные миссии. Не знаю, когда я это начну, но думаю, что сделаю. Вот. Дальше у нас идёт Dark Souls, который сейчас проходится с Алексом. Очень медленно, но верно. Мы его тоже завершим, я думаю, до выхода второй части. Assassin's Creed 4, безусловно, будем проходить, проходить, проходить. Как только вот эти вот первые дни праздников отгремят. Я думаю, я продолжу. Дальше у нас замороженные проекты идут. Это Science Row 3 и первый Broken Sword. Вот первый Broken Sword, это понятно. Я его должен пройти до выхода второго эпизода пятой части. Когда выйдут русские субтитры. Это очень удобно, в принципе, получится. Я проведу первую часть, потом начну пятую. В принципе, там вторая, третья, четвёртая. Они не особо так связаны с сюжетом со всеми остальными частями. Так что, в принципе, не особо много вы потеряете. Там в каждой просто своё приключение. С моими любимыми героями. Далее. По поводу будущих игр, дорогие друзья. Конечно же, это вот те игры, которые я буду проходить. И в которые я буду играть в ближайшее время. Как я уже сказал, State of the Key. Half-Life 2. Broken Sword 5. Assassin's Creed 4 дополнение Liberation. Будет в январе. Тёмная лошадка. Игра про Рэмбо. Не знаю, что будет. Давно она должна была выйти. Но она уже переносилась раз пять, наверное. Может быть, выйдет в январе. А может, и не выйдет. Хрен его знает. Посмотрим. Если она будет нормальной, значит, пройдём мы её. Ну и, конечно же, DayZ Standalone. Наверное, я буду играть с демоноградом. Когда? Понятия не имею. Ну и, конечно же, проекты, которые выходят от Telltale Games. Эпизодами это Wolf and Malnass и Walking Dead. Когда выйдут, тогда выйдут. Понятия не имею. Никаких дат нету. Но, как только они выйдут, я буду их озвучивать и проходить. И, конечно же, вторая часть дополнения для Bioshock Infinite. Выйдет где-то весной, скорее всего. Тогда мы её и пройдём, дорогие друзья. Ну а теперь, помимо всего этого, мне хочется, хочется, хочется найти эту страничку. Где же она у меня здесь была? Так. А вот она. Значит, хочется обсудить игры, которые выйдут в 2014 году. Это сайт GameBomb. Он составил вот такой чудесный список. Большое ему спасибо. В 2015 не будем заглядывать. Это всего лишь догадки. А вот 2014 это игры, которые уже, скорее всего, выйдут в этом году. А, в следующем. Итак, для начала. Четвёртый вор. 25 февраля у нас выйдет довольно неплохая, интересная игрушка. Я смотрел презентацию на Игромире. Она заслуживает уважения. Посмотрите. Отличная графика. Много стелса. И я думаю, что эта игра будет похожа на Dishonored. Больше всего эта игра будет, скорее всего, похожа на Dishonored. Так. Дальше. Castlevania Lords of Shadow 2. Также выйдет на PC. 27 февраля. Не знаю насчёт неё. Не знаю, буду ли её проходить. Потому что первую я не проходил. Как-то хотелось бы так... Как-то постепенно проходить. Так что посмотрим. Далее. South Park. Палка истины. Обязательно буду проходить. Очень жду эту игру. И я чувствую, что ржаки будет много, дорогие друзья. Dark Souls 2. Он выйдет на PC. Но неизвестно, когда точно выйдет на PC. Вот 11 марта он выйдет на приставках. Может быть, я раскошелюсь и буду играть на приставки. Чёрт его знает. Но на PC он тоже выйдет, скорее всего, через месяц после релиза на приставках. Собственно, более брутальный. Чуть-чуть, наверное, полегче будет. Но, наверное, и будет побольше эпичности. Дальше. Titanfall. Такая же тёмная лошадка, как вот... И как сюжеты Call of Duty и сюжеты Battlefield. Я думаю, будет то же самое, как эта короткая сюжетка и в основном мультиплеер. Ничего особенного от неё не жду. Вообще ничего. Далее наша игра. Новый Союз. РПГ с видом от третьего лица. Постапокалиптическая. Весьма интересно. Выйдет только на PC. Неизвестно пока когда. Первый квартал 2014 года. Но меня эта игра интересует. Посмотрим. Далее игра Murdered Soul Suspect. Вот. Вот эта вот игрушка меня довольно сильно интересует. Потому что это очень интересный стиль. Стиль детектива. А пока... Пока-пока что у нас тут известно-то? Да, ничего особенного. Вот. Жду от этой игры довольно многого. Хотя в принципе я её, так сказать, и не ждал. Узнал про неё совсем недавно. Но... Боевик, экшен, криминал, ужасы. Интересно. Я думаю будем играть за детектива. Люблю быть детективом. Так что... Также выйдет на PC. Прекрасно. Просто прекрасно. Далее. Безумный Макс. Ну, Безумный Макс это Безумный Макс. Что тут скажешь? Посмотрим, что они сделают. Выйдет она на всех консолях практически. Кроме видео. Ну, Watch Dogs. Безусловно мы будем проходить Watch Dogs. Безусловно. Так как даже Ubisoft разрешает летсплеить свои игры полностью. Watch Dogs будет пройдено в первый же день. Прям. Уф. Даже не сомневайтесь. Далее, далее, далее. Это вот я говорю игры, которые интересуют. Которые я скорее всего буду проходить. Assassin's Creed 5. Да, конечно. Конечно. Скорее всего будем играть. Конечно же. Dragon Age вряд ли. Вряд ли. Вот Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil вторая часть. Но она выйдет только на консолях нового поколения. Очень, очень жаль. Надеюсь, что выпустят на ПК или хотя бы на PlayStation 3. Потому что очень хочется сыграть в эту чудесную игру. Тем более, это вторая часть. Первая была просто превосходной. Далее. Prey 2. Выйдет, опять же, на ПК. Продолжение шутера Prey. Отличный шутер. Мне очень понравился. Возможно, даже стоит его на канале пройти. Ну, посмотрим. Вообще, много чего хочется пройти. Но времени на все нет, дорогие друзья. Insane. Еще один хоррор. Не знаю, как он будет играться. Насколько он будет хорош после Outlast. Просто эту планочку тяжело перепрыгнуть. Но посмотрим. Stalker 2. Первый раз вообще слышу о том, что Stalker 2 должен выйти в 2014 году. Но, как видите, здесь написано. И, может быть, даже скрины есть. Давайте посмотрим. Потому что мне вообще казалось, что это все дело отменили. И второго Stalker не будет. Но, как вы видите, есть какие-то даже арты. Так что, кто знает, 13-го и 10-го года на сервер разработку сиквела. Так, так, так. Нет, вот написано все равно, что проект закрыт. И они начинают разработку с Сурвариума. Тогда странно, почему здесь висит Stalker 2. В общем, не знаю. Да, действительно, вряд ли он будет. Это, скорее всего, просто какая-то устаревшая инфа. Mirror's Age 2. Ну, кто не знает Mirror's Age. Все знают Mirror's Age. Будем играть, будем проходить. Также он выйдет на PC. Что? Просто прекрасно. А продолжение Brothers in Arms. Неплохая тактическая игра. Но, как тут написано, больше она будет казуальной. Больше она будет шутерной. Так что, посмотрим, поиграем. Думаю, будет интересно. Ведьмак 3. Очень мне понравился трейлер. Будем проходить. Я думаю, будем точно проходить. Также она выйдет на PC. Чувствую, будет чудесная игра. Bayonetta 2. Слышал только про первую часть. Очень мне понравились трейлеры и вообще геймплей. Но вторая часть выйдет только на Wii U. Так что, скорее всего, не увидим. Evil Within. Вот на эту игру я возлагаю большие надежды, дорогие друзья. Это прекрасный, должен быть, хоррор. В лучших традициях Silent Hill. В лучших традициях вот этих вот ужастиков. Посмотрите. Посмотрите. Посмотрите на этот скриншот. Посмотрите на этот скриншот. Это же натуральный Silent Hill. Просто... Просто вот лучшие традиции Silent Hill. Я очень многое возлагаю на эту игру. И, безусловно, если беседа не запретит, будем проходить. И далее... Далее у нас остается совсем немного игр. Wolfenstein New Order. Ну, я думаю, будет неплохой шутан. Посмотрим. Поиграем. Квантовый скачок выйдет только на новом боксе. Так что забудем про него. Дайнлайт от разработчиков Dead Island. Скорее всего, тоже будем играть. Так как выйдет на PC. Все нормально. Ну и, конечно, остается две игры. Это Far Cry 4, который еще толком не был анонсирован. И никакой рекламной кампании не ведется. Ничего о нем не известно. Очень надеюсь, что он все-таки выйдет в следующем году. Если выйдет, с огромным удовольствием буду играть. И последняя игра. Tom Clancy's Division. Не так много знаю об этой игре. Но, вроде как, она должна быть классной. Так что, скорее всего, будем проходить, дорогие друзья. Ну что же. Вот мы и рассмотрели все игрушки. Которые у нас выходят в 2014 году. Очень многое хочется пройти. О, спасибо, друзья. Меня уже поздравляют в группе. Спасибо большое вам. Да, еще хочу сказать, что, конечно же, мы будем проходить дополнение для Outlast. Очень жду. Не знаю, почему. Я вообще никогда не любил ужастики. Но Outlast меня зацепил. Вы не поверите. Но вот так вот получилось. Так что, обязательно пройдем дополнение для Outlast. Ну что же. Вот вроде и все. Такой огромный длинный подкаст. 25 минут длится. Многое хотел сказать. Многое сказал, дорогие друзья. Встретимся мы уже в следующем году. Всех вам благ. Как я уже сказал. Главное, здоровья, любви и счастья вам в новом году, дорогие друзья. С вами был Гидон. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok